В буквальном смысле волосы дыбом. Автомобиль так напичкан колонками, что звуковая волна в нем превышает все нормы. Александр этого и добивался. За громкий звук он выложил полмиллиона рублей. Столько стоит аудионачинка в его машине. С музыкой постоянно не расстаюсь. Они оборачиваются? Конечно, люди оборачиваются. Машина очень сильно привлекает внимание. Техно, транс, рэп, татарская эстрада. Из каждого автомобиля звучит свой репертуар. Любители езды под громкую музыку собрались на предпоследнем этапе чемпионата автозвука. Встретились, чтобы выяснить, кто самый громкий. Есть специальное оборудование для проверки и мощности, и громкости. В некоторых классах замеряется помимо звукового давления. В это же время измеряется реально подаваемая мощность, которая идет на сабвуферы, например. Есть специальные микрофоны для измерения фронтов. То есть фронт, тыл – это то, что находится в дверях, в багажнике у людей. То есть для каждого есть свое измерительное оборудование. В Нижнекамске такие соревнования проводятся не так часто. В этот раз чемпионат был всероссийского уровня. Более ста участников из 12 регионов России. Это дорогостоящая хобби. Очень дорогостоящая хобби. Это направление. Лучше этим заниматься, чем сидеть на лавочке и соседям надоедать. Поэтому занимайтесь, увлекайтесь. Звуковое давление, качество звучания. Самых лучших выбирали в 20 номинациях. Причем марка автомобиля не играла никакой роли. Главное, чтобы было громко. Лучшие получили пропуск на финал чемпионата. Пройдет он 14 сентября в Самаре. Анастасия Шакирова, Евгений Лызаев. Новости НТР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова